Боже вам, дорогие братья и сестры, прекрасно, что Господь – наше упование, и мы имеем радость, мы имеем мир, мы имеем счастье в нашей жизни. Хотел бы вместе с вами, рассуждая над Словом Господним, обратить внимание на одну из, на первый взгляд, может быть, кажущуюся самую пассимистичную книгу Библии, это книга Екклесиаста. Я думаю, что иногда бывает так, что люди, когда ее читают, даже достаточно быстро пропускают, потому что, говорит, ну, как-то все уныло-уныло, суета-суета, там как бы, вот, и где-то оно проходит. Но хотелось бы посмотреть, что Господь хочет нам сказать, почему именно эта книга находится в составе Священного Писания и, соответственно, имеет значение для нашей с вами жизни. Ну, прежде всего, кто такой Екклесиаст? Да, такое слово не совсем типичное для русского языка и не совсем понятное. Это слово греческое, и когда, соответственно, переводили из греческого языка синодальные переводы, не используясь в ту агенту, они воспользовались тем наименованием, которое и было. Екклесиаст, которое произошло от слова «экклесия». «Экклесия» – это церковь на греческом языке, церковь или собрание. Таким образом, «экклесиаст» – это тот человек, который говорит в собрании, в большом собрании. Ну, а в свою очередь, греческое слово «экклесиаст» или от слова «экклесия», оно произошло от еврейского названия этой книги, которая называлась «кагелет», что означало, опять же, человек, который в кагале, то есть в большом собрании, в большой группе, о чем-то говорит. Кстати, белорусы когда-то это слово у евреев позаимствовали, и поэтому на белорусском языке «большое собрание людей» тоже «кагал» называется. Поэтому выражение «всем миром помолимся» на белорусском языке будет звучать или гушать «всем кагалом помолимся». То есть, «большое собрание». И вот, соответственно, это книга человека, который произносит проповедь перед большим собранием. И он даже своего имени не называет, хотя приписывается, как правило, эта книга царю Соломону в силу того, что там упоминается, что он был царем в Израиле, но он себя не назвал. Потому что он не хотел, чтобы внимание было на его личности, а именно на самом послании. И, в принципе, любая хорошая проповедь, как правило, такова, чтобы, и цель ее, чтобы люди запомнили, о чем проповедуется. Правда же? Не обязательно, чтобы запомнили, кто проповедовал. Плохо, когда помнят, кто проповедовал, но не помнят, о чем проповедовал. Значит, проповедь где-то не удалась, проповедник не смог передать Божье Слово, или, может быть, мы плохо сидели и слушали. Поэтому Писание нас предупреждает, что, идя в дом Господень, будь готов к слушанию. И, таким образом, в данном случае, данная книга говорит о том, что это какая-то проповедь проповедника, который перед большим собранием решил что-то сказать. Передать что-то то, что Господь вложил в его сердце. Дать определенную мысль. Подвести человека к какому-то выводу в его жизни. И вот, что же сказал этот человек, побуждаемый Духом Божьим перед большим собранием? Книга «Экклесиаст», 1 глава, 2 стих. «Суета-сует», сказал «Экклесиаст». «Суета-сует, все суета». Вот вам и заявление перед большим собранием, да, такое вот необычное обращение. Представьте себе, приходят люди, готовятся, еще что-то нам скажут. Друг, знаете, что я вам скажу? «Все суета-сует», «Все суета». Вот, причем не просто суета, а в превосходной степени «суета-сует». Вот, кстати, это слово «суета», оно дословно как бы означает больше, как такой, знаете, пар, который вроде как появился, вроде как исчез. То есть что-то такое незначимое, вроде имеющее место, но даже толком не успеешь рассмотреть, как оно исчезло. Вот, вот, все вот в мире вот такое вот. Вот такая суета-сует, ничего не имеет значения. Кстати, вот это выражение «суета-сует» в книге «Экклесиаст» 38 раз повторяется. Что говорит о том, что это главная идея того, на что хочет обратить внимание проповедник в данном книге. Автор пытается спровоцировать у слушателя какое-то, может быть, даже возмущение, или заставить задуматься о том, ну, а действительно, почему я все это делаю? Действительно, оглядываясь на жизнь, неужели можно сказать, что все хорошо, все замечательно, или, наоборот, все плохо, ужасно? Я, может быть, даже никогда и не задумывался. Жил своим чередом, и все. А тут раз, заставляя задуматься, вот смотрите, говорит, я решил испытать все в своей жизни. Ну, и поскольку царь, знаете, кто царя ограничит в возможностях. Вот, поэтому, говорит, я мог все испытать, и то, и другое, и третье. Вот, и поэтому я решил, там и деревья сажал, и книги писал, и виноградники садил, и веселье устраивал, и оркестры организовывал, и что только не делал, и даже какой-то глупостью, написанно, занимался, чтобы посмотреть, что они там находят. И, в итоге, он, говорит, я пришел к следующему выводу. Знаете, иногда люди думают, если бы у меня было немерено денег, неограничено, точно был бы счастлив. Ну, вот он был ни в чем неограничен, и, говорит, я понял, что сколько бы ни смотрели глаза, все равно будут смотреть, не насмотрятся. Сколько бы ни слышали, не наслушаемся. Сколько бы чего не было, все равно мало будет. И я понял, говорит, что это все суета, потому что невозможно достичь какого-то предела. И вот он много раз такое повторяет, 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 и в итоге даже к такому, знаете, интересному выводу приходит. Клика Екклесиас, 3 глава, 19 стих. И он говорит следующее. «Потому что участь цену в человеческих, и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все – суета». Вот, как бы, скажем, и весь вывод, да? И даже такое недоумение получается тогда, если нет разницы ни в чем, если нет разницы между умным, глупым, нечестивым, праведным и так далее, так зачем тогда напрягаться? Зачем стремиться? В одном из текстов он даже так говорит, что я наблюдал, что иногда бывает так, что, кажется, странное происходит. Праведник, который бы заслуживал благословения и чего-то, он страдает. А нечестивый продолжает жить в нечестии своем, и ничего с ним не случается. И, говорит, не совсем понятно, но и это суета. И вот, рассматривая подобные вещи, он пытается создать в сознании человека какое-то, знаете, такое определенное чувство, ну, беспомощности, что ли, какое-то вот такое чувство абсолютного разочарования, ну, а действительно, ради чего я все это делаю? Зачем? Если нет разницы. В конце концов, я умру, и нет разницы, что животное там себе жило, что человек одинаково закончится. Это не просто так сделано. Вы знаете, мы можем по-разному обращаться к нашему разуму. С одной стороны, мы можем напрямую говорить к сознанию человека, то есть к нашему разуму, через какую-то речь, да, через какую-то, может быть, лекцию, через какое-то наставление. И мы пытаемся заставить человека правильно мыслить, вложить в его разум какие-то правильные мысли, идеи, чтобы он, осознав их, сделал их своими, побудить его к размышлению. Но не всегда это бывает успешным. Знаете, иногда бывает трудно подобрать, может быть, слова какие-то соответствующие. Иногда человек, может быть, в силу своего уровня образования не до конца понимает, что мы хотим сказать, а нам сложно, может быть, снизойти к его уровню, чтобы объяснить. Ну, или наоборот, бывает. И есть второй путь, каким образом обращение происходит, чтобы заставить человека задуматься. Обращение к разуму через сердце, через эмоции, через какое-то определенное создание нужного настроения и такой атмосферы. Вот смотрите, что делает музыка, например, правда же? Вот сидим и что-то там разговариваем, какие-то свои мысли, что-то еще, вдруг музыка зазвучала. И где-то мы уже примерно одинаково настраиваемся, правда же? Вот какие-то общие ассоциации возникают, даже некоторые одинаково в такт начинают где-то ногой притоптывать, потому что где-то оно объединяет, то есть направило нас. Звучат слова, уже мы думаем примерно в том направлении, в котором звучит песня. Настраивает, подготавливает, говорит к нашему разуму, но затрагивая наше сердце. И мы уже не можем как-то по-другому думать. Вот почему, когда мы читаем Священное Писание, мы находим в многих псалмах, даже упоминается, какой именно музыкальный инструмент использовать, чтобы достичь правильного эффекта и заставить правильно задуматься о том, что сказано. В некоторых случаях там кимбалы громогласные, барабаны какие-то, что-то еще, где-то там начать дробь какую-то отбивать, что-то еще, чтобы человек настроился, подготовился. Вот в некоторых случаях, чтобы человек почувствовал торжественность, значимость момента на духовых орудиях, духовые музыкальные инструменты. Вот, кстати, почему гимн страны обычно всегда играет симфонический оркестр духовой? Для того, чтобы человек почувствовал торжественность момента. А представьте себе ту же самую мелодию оркестр балалайчников вышел играть. Народ с балалайками уже что-то несерьезное. Вот, и где тут испытать чувство патриотизма к родине после игры на балалайках? Вот, потому что они расслабляют, они о каком-то веселье говорят, о чем-то менее серьезном. Если, например, псалмом был покаянный, какой-то плача, использовали, может быть, свирель, флейту, вот, для того, чтобы человек почувствовал какую-то, знаете, такую более печальную эмоцию. И поэзия как раз помогает человеку правильно настроиться. И у него уже мысли, ассоциации рождаются и так далее. И вот «Экхлесиаст», книга, которая относится тоже к жанру поэзии, как проповедь в данном случае, в том числе в поэтическом выражении, она заставляет ощутить эмоции. Вот очень часто мы в нашей жизни живем по инерции. Вот как происходит, так происходит, и даже иногда не задумываемся, а почему мы это делаем? А для чего? А как? Многие вещи настолько у нас где-то в сознании как-то засели, и мы автоматически делаем, а потом спохватываемся, а есть ли смысл в том, что мы делаем? И вот как раз он пытается создать ощущение, вот подумай немножко, а для чего ты делаешь? Чем твоя жизнь закончится? Вот ты каждый день занимаешься теми или иными трудами, к чему это приведет? Ради чего ты делаешь? Что тебя мотивирует? Почему ты хочешь это делать? И человек начинает задумываться, ну действительно, а для чего? А чем закончится? А ради чего? А как? И если моя вся жизнь только вокруг этого вращается, и я умру, и все на этом, ничего с собой не возьму, так а действительно, зачем я это делаю? Ну действительно суета. И вот он практически, скажем, 12 глав всю эту такую, знаете, атмосферу суеты, нагоняет, нагоняет, все, суета, 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 вроде какие-то проблески есть, и все равно это суета, для того, чтобы человек ощутил и подумал. И вот теперь, смотрите, когда он ощутил подобное, вот как мы с вами, скажем, когда услышали бы в большом собрании, да, вот как здесь слово, что все, что вы не делаете, суета, суета, все суета, все было испытано, все суета, и то, и другое, и третье, все равно суета. Как? Почему? Вот, ну уже где-то вряд ли мы будем дремать, потому что где-то возмущение растет, но ведь не все же может быть суетой, но есть же какая-то смысл в жизни, есть же какая-то цель. Вот это то, чего пытается достичь Экклисиаз, чтобы человек немножко задумался. И вот он дальше пытается дать человеку понимание, что же его все-таки мотивирует. Вот если посмотреть, что нас с вами мотивирует. Когда человек рождается в этот мир, первыми его главными мотиваторами в жизни становятся родители. Они его мотивируют, скушай ложечку за папу, за маму, за бабушку, за дедушку, вот, иди там что-то еще сделай, иди поиграй там, или скажи какое-то слово, чуть подрастай, иди уроки делай, иди почитай, еще что-то, да. Мы как верующие родители мотивируем, чтобы дети в церковь приходили, вот, чтобы они Библию читали и так далее. Где-то потом подрастая, общество начинает тоже мотивировать, в том числе и человека, сам себя он начинает мотивировать. В каком плане, то есть, есть что-то, что ему нравится, что-то, чего он хочет достичь, какие-то цели, которые он ставит. И, соответственно, чтобы эту цель достичь, нужно что-то делать. И вот именно эта цель, удовольствие от достижения цели, мотивирует его добиваться этой цели. Потому что для него она является какой-то ценностью, и он хочет насладиться этой ценностью. И здесь возникает другой вопрос. А что является ценностями? Что действительно можно по-настоящему назвать ценностью, ради которой стоит стремиться? И когда мы с вами рассматриваем Священное Писание, мы можем увидеть, что Библия упоминает или же говорит о трех видах ценностей, которые есть в жизни человека. Или о трех, скажем так, источниках, которые утверждают или учреждают эти ценности в жизни человека. И что можно назвать по-настоящему ценностью, что нет. И в первую очередь, самые важные, самые главные ценности, которые должен человек в своей жизни иметь, ценности, к которым он должен стремиться, это те ценности, которые учреждает Бог. Он является источником морали. Он является творцом земли. И, соответственно, сотворяя землю, сотворив человека, он дал ему определенные принципы, постановления, ценности, которые человек, исполняя или держась которых, будет благословен, будет счастлив, будет в безопасности, будет доволен. И поэтому Бог говорит, мои ценности, это не потому, что они мне нравятся, но это что-то то, что тебя сделает счастливым. Стремись к этому. Это настоящая ценность. Это то, что нужно иметь. Это сокровище, которое является самым важным и главным. И поэтому Бог формирует ценности. И в конечном итоге эти ценности дают нам возможность быть в мире с Богом и в конечном итоге пребывать с Богом навсегда. С другой стороны, есть ценности, которые формируются самим человеком. Они обусловлены традициями нашими, культурой, какими-то еще другими вещами. И это тоже кажется ценностью. Но эти ценности приходящие. Есть период времени, когда они очень важны. Есть период времени, когда они менее важны. Есть какой-то момент, когда это кажется чем-то тем, что восхищает других. Есть период времени, когда это разочаровывает. Вот бабушка моя рассказывала в то время, когда она только начинала ходить в церковно-приходскую школу. Там в некоторых случаях, в лучшем случае, четыре класса заканчивали. Дедушка мой, который папин отец, тот вообще только умел выводить букву П из фамилии Паднюк, когда расписывался и больше он ничего не знал. Поэтому все остальное ему бабушка делала. Но для того, чтобы показать, что где-то бабушка рассказывала, что они уже немножко грамотные, это была ценность. Показать, что ты умный и умеешь писать. Даже те, кто не совсем умел. Руки чернила мазали. Для того, чтобы можно было идти по улице, где смотреть, ага, руки чернила вымазаны. Откуда чернила? Значит, что-то писал. А раз писал, значит, умеет писать. Значит, молодец. Это была ценность. Ну, а если человек где-то отучился, так это же вообще, в университетах сейчас особо там не дают. Но вот раньше, еще даже я, когда университет заканчивал, нам такие ромбики давали об окончании университета, соответствующие. Так вот люди эти ромбики везде носили. Это же ценность. Ну, что, я университет закончил? Я очень умный человек. Вот, видел как-то старую фотографию, так там один человек даже на домашний халат его перецеплял, чтобы даже в дома все видели, что он умный, и никто с ним не спорил. Это была ценность, которая имела значение. В течение времени, когда образование стало, скажем, естественным для всех людей, ну, это уже не выглядит такой какой-то необычной ценностью, хотя оно остается важным, значимым, ценным в жизни человека. Есть какие-то другие вещи, которые иногда касаются особенностей внешнего вида, там, скажем, вот в плане той же самой моды, вот что-то такое там новое, и там чуть ли не все уже стараются быть одинаковыми. Вот. Это ценности временные. И если их оценивать, можно сказать так, что чего-то плохого в традициях, в культуре как таковой, просто как в явлениях, нет. Но есть очень важный момент. Если традиции, культура, вот эти ценности строятся на основании Божьих ценностей, это замечательно, это прекрасно. Вот, скажем, у нас есть хорошая традиция, да, вот, которая основана на Божьем Слове, переходить на служение, да, традиция в знаках смирения перед Богом склоняться на колени, вот, какие-то другие моменты, но они не появились просто от самого человека. Бог сказал им этот принцип, воплотили и сделали ценностью для нас, ну, применив, как-то к нашей жизни, скажем, там, служение, там, на 9, на 11, или на 12, на час, у кого уже где как. То есть, какой-то заложили традицию регулярности, посещения, служения, неоставления и так далее. Вот, есть традиции, которые нейтральны, то есть, они вроде как и Божьим Словом не обоснованы, но и не противоречат ему. И поэтому в этом случае человек свободен, может выполнять, то есть, в силу, скажем, той среды, в которой он находится. Но есть третья категория ценностей, которые, если честно, как христианину язык не поворачивается назвать ценностями, это то, что пытается сатана как ценность преподнести человеку. Пытается заставить человека считать это важным в своей жизни. Вот мы об одной такой ценности, которая была навязана, сегодня уже слышали по поводу эволюции. И для многих эта ценность, вы что, они там за нее борются, лекции читают, рассказывают и так далее, держатся, спорят, потому что ценность для них, но это ложная ценность, которая ведет человека к погибели. С другой стороны, сегодня другие ценности навязываются. Ценность свободы, но в каком смысле свободы? Никто меня ни в чем не ограничивает. Что хочу, что то и делаю. Высочайшая свобода человеческой личности. Хочу с плюс мужчинами, хочу с плюс женщинами. Хочу со всеми сразу. И поэтому, к сожалению, в обществе навязывается однополые браки, там всяческие различные извращения. Да нормально, он же свободен. Это же ценность, свобода личности человека. Дайте свободу творчеству. Может как раз творческий человек и будет таковым. Это нормально, к нему муза такая прилетела. Извращение. Но это то, что сегодня становится для многих ценностью. И навязывают так называемые демократические ценности. Но они противоречат священному писанию. Они даже нормальной здравой логике противоречат, если даже взять просто обычные человеческие ценности. Но это происходит. И вот вопрос, какие ценности мотивируют человека? Чем он движим? И таким образом получается, что мы можем увидеть, что кроме людей, которые друг друга мотивируют, кроме нас самих как мотиваторов самого себя, есть еще и Бог, правда же, который мотивирует нас. Но он мотивирует себя к добру, к благу, к счастью. И есть сатана, который тоже где-то мотивирует человека. Но мотивирует чем? Какими-то временными земными наслаждениями, похотью плоти, гордостью житейской, ради того, чтобы человек шел по тому пути, который он предлагает и не обратился к Богу. И вот таким образом, когда Екхрисяст подобным образом описывал все эти вещи, он хотел обратить внимание людей, говорит, посмотрите, вот вы все эти вещи делаете, но если вы не руководствуетесь правильным мотивом и правильной ценностью, даже хорошее, что вы делаете, это суета-сует, потому что вы умрете и все, если вы считаете, что на этом заканчивается, и что с того, тогда действительно в чем разница между животным и между человеком, и тот и другой умирает, и тот и другой в конечном итоге оказывается в земле. И что тогда? И вот когда человек начал так думать, действительно, а что же тогда? Он уже готов, скажем, подойти к вопросу, так что же нужно делать? И Екхрисяст этот вопрос задает. Екхрисяст 6 глава, 11 стих. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Правда же? То есть, получается, не все умножает суету. Есть много вещей, которые умножают, но есть что-то, что является лучшим. И теперь вопрос, а все-таки что же лучше? К чему он должен стремиться? Что является важным и значимым в его жизни? И Екхрисяст показывает, что тем, который является самым главным в жизни человека, главным мотиватором, главным тем, кто устанавливает ценности, является Бог. и все определяется отношениями к Богу. Тогда мы можем правильно понять, что является суетой, а что является тем, что является важным в жизни человека. И проблема многих людей сегодня то, что Бог для них становится, знаете, вот, они вроде верят в Бога, но для них он какая-то абстрактная сила, какой-то разум, который где-то там непонятно обитает в природе или где-то еще. Вот, и они говорят, да, я верю, конечно, что там где-то Бог есть, но это такая вера, которая не меняет по-настоящему жизни человека. Они вроде как бы и верят в Бога, но не имеют отношений с Ним. И поэтому возникает вопрос, так что же для человека лучше? И вот Екхрисяст подводит к главному выводу, ради чего вот все эти главы писались, ради чего нужно было вот такое удрученное состояние привести человека, чтобы он, задумываясь, чисто о своих земных делах понял, что, скажем, если только на земном сконцентрироваться, то в чем смысл? И он говорит, Екхрисяст 12 глава 13 и 14 стихи, легко запомнить, 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот все, что было написано ради этого главного вывода, выслушайте сущность всего, что поменяет ваше отношение ко всему, что происходит в вашей жизни, что поможет вам разобраться, что суета, а что имеет смысл и значение. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Что касается соблюдения Божьих заповедей, ну, здесь как бы вроде проще понять, правда же? Есть священное писание, есть четкое указание того, что ведет к благословению, что ведет к проклятию, есть указание на то, что Бог учредил, как постановление, как правила, как принципы, что нужно делать, что является Божьими заповедями, и соответственно изучайте священное писание и воплощайте это в жизни. С другой стороны, большей проблемой является понятие, в чем же заключается страх Божий, что означает вот это выражение бойся Бога, как его воплотить в жизни для того, чтобы все-таки исполнить то, что было сказано. Видите, вопрос в том, что мы можем по-разному характеризовать страх. И иногда это может быть просто бой с чего-то, иногда это может быть панический страх, это может быть ужас какой-то. И естественно, скажем, все зависит от того языка, которым мы пользуемся. Ну, в русском языке, скажем, не так много слов, которые бы односложно, одним словом описывали различные оттенки любви или страха. У нас здесь просто любовь и страх. Все. И мы одинаково эти слова сравниваем. Неважно, любовь ли к родителям, любовь ли к Богу, мужа к жене, любовь ли к там жареной картошке или еще что-то. Одно и то же слово, хотя мы понимаем, это разная степень. Не одно и то же, но одно и то же самое слово. В греческом языке есть уйма разных слов, которые описывают любовь в зависимости от оттенка, от особенностей. И нам становится более понятно, что Бог имел в виду, когда о той или иной любви говорил. Что касается страха, ну, тут и греческий язык не сильно богат, у них одно слово фобос и все на этом. Вот откуда это слово фобии произошло. Но, когда Библию переводили на другие языки, естественно, скажем, рассматривая, в том числе, контекст, оригинальный текст, они использовали уже те слова, которые максимально лучше отражали эту идею. И в данном случае, вот с точки зрения именно перевода слова страх, лучшим является перевод Библии на латинский язык, вульгата. Вот, в силу того, что в латинском языке достаточно много есть очень точных определений. Вот это особенность развития самого языка, его словарного запаса и тому подобное. Вот, и поэтому, как правило, они использовали вот различные какие-то термины. Вот поэтому в медицине, в науке используется, как правило, латинский язык для описания каких-то там тех же животных, названий, лекарств и тому подобное. Так вот, в латинском языке есть несколько слов, которые описывают слово страх. Это power, meteus, terror, вот, ну, террор, наверное, самое знаменитое слово, потому что, ну, в русском такое же. Это означает страх, который кто-то внушает специально, преднамеренно, пугая своей силой. Вот террором пугает, там, запугивает, не будешь, вот так тебе будет. Вот, или же, когда я кого-то запугиваю, вот, это тоже будет террор по отношению к этому человеку. Вот, а если говорить о слове meteus, это означает такой, знаете, панический страх, страх чего-то страшного, действительно, вот, чего-то того, что пугает человека, вот, иногда того, когда, значит, что-то такое, что неизведанно, непонятно, какой-то страх испытывает. Вот, павар, это просто обычный страх, вот, который может быть, там, страх высоты, там, страх кусающегося животного, там, или еще что-то, вот, то, что где-то оберегает человека. Но есть еще одно слово, которое переводится как страх, и именно его использовали, когда вот переводили книгу Экклесиаста и перевели вот это слово страх Божий или другие тексты Писания, где говорит о страхе Божьем. Это слово тимор. Это слово означает тоже страх, но, вы знаете, это такой страх, как такое, знаете, вот радостное рабение, страх причинить боль, обидеть, страх потерять. Вот, скажем, если вы хотите любимому человеку, да, которого вы очень уважаете, любите преподнести подарок, вот вы будете идти со страхом, с этим подарком, думая, а он понравится ему или нет. Правда же? Ну, потому что, ну, я вроде как выбирал на свой взгляд, вроде казалось бы хорошее, но ведь я же хочу, чтобы этот подарок его порадовал. Правда же? Ну, было бы странно, если бы тогда же муж жене на день рождения удочки подарил, потому что ему нравятся они, да, вот, он выбирает что-то то, что жене нравится, чтобы ей угодить, потому что он ее любит, правда же? И, соответственно, раз он ее любит, он хочет сделать такой подарок, чтобы она радовалась, и он боится, что может быть, сделать что-то не так, и где-то огорчит ее. И вот, этот боязнь вызвана любовью. И, и вот смотрите, вот это слово используется по отношению к Богу, где говорится о том, что имейте подобный страх Божий, то есть, боязнь сделать что-то, что огорчит Бога, боязнь сделать что-то, что разрушит отношения, боязнь сделать что-то, что будет неприятно для Бога, потому что Он любит нас, и я Его люблю, и я не хочу что-то сделать, то, что где-то, какую-то определенную, скажем, тень на наши отношения бросит, какой-то создаст барьер. Вот об этом идет речь, это не панический страх, это не террор, хотя, к сожалению, надо отметить, что одна из проблем людей, как раз именно в том плане, что они Бога боятся именно с такой позиции, как того, который сидит где-то на небесах, только и думает, как бы наказать. И более того, это где-то внушалось. В христианство, к сожалению, это пришло с язычества, потому что язычники боялись богов, и даже есть такое выражение одного из римских философов, что страх создал богов. Люди боялись грозы, придумали Бога Зевса, который там эти молнии швыряет, и поэтому его надо позадабривать, чтобы он этого не сделал, и так далее. И вот, к сожалению, впоследствии, когда христианство начало распространяться, из понимания Бога, как любящего отца, где-то, к сожалению, на каком-то этапе начало вот такое понимание, что вот Бог где-то там, который только и думает, где кого наказать, и все, и поэтому его нужно задабривать, и так далее. И вот такой страх, естественно, не ведет к правильным отношениям с Богом. Он ведет к религиозности, он ведет иногда к какому-то лицемерию, он ведет иногда к каким-то поверхностным действиям, или даже, скажем так, к христианизации каких-то языческих идей. Ну, я вам могу несколько таких примеров привести. Опять же, вспоминая, скажем, историю моей семьи, бабушка когда-то была, скажем, ну, как сказать, была, то есть она считала себя сначала католичкой, потом православной, в зависимости от того, какая церковь была на той территории Беларуси. Вот. Но по-настоящему она стала христианкой 81 год, когда приняла крещение в евангельской церкви. Но вот до этого, я помню, когда еще маленький был, вот к ней заходишь, у него была такая гигантская икона, и за ней были специальные свечки. Она их называла громовые свечки. Я сначала не мог долго понять, что это означает. Потом оказалось, что когда гремит гром, вот, надо было эти свечки зажигать, вот, чтобы Бог, увидев свечу, молнию не бросил в этот дом. Вот это был своего рода как оберег такой. И поэтому оно там за иконой было спрятано, это громовая свеча. То есть вместо того, что вы просите Бога защиты, надежда была на свечку, которая защитит. И вот у многих людей, понимаете, из-за такого отношения сложилось мнение, что Бог какой-то злой, какой-то недовольный по отношению к людям, постоянно думающий о наказании. И поэтому, какие мои отношения с ним? Сделать что-то, лишь бы он отцепился. Даже такая пословица на Руси появилась, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, то есть отношения с Богом строились только тогда, когда что-то нужно или когда что-то страшно. Вот тогда, да, Господь нужен, конечно, я готовый свечку от молнии поставить или от грозы, да, там, и все, что угодно сделать. Но оно не меняет внутренности человека. Оно не дает ему осознание, понимание Бога, как любящего отца. Более того, все, что он делает на самом-то виде, или суета. Это суеверие, это суетная вера, которая не имеет под собой никакой оплеки, да не защитит свеча от молнии. И человек, веря в это, в итоге превращается в такого, знаете, в своего рода язычника с оберегами, только с христианской тематикой, при этом не имеющий подтверждения в Священном Писании. И вот поэтому очень важно понять, в чем же все-таки по-настоящему заключается страх Божий. Потому что если именно так внушать, знаете, он к чему в конечном итоге ведет? Либо к другой крайности, к атеизму. То есть, с одной стороны, формализм, да, то есть, я готов все делать, там, надо так сделать, раз что Бога задобрить, готов так сделать, вот это или это, еще что-то там, вот, что Бог не наказал, надо так одеть, хорошо одену, нужно так выглядеть, хорошо буду. Но это делается не потому, что я понимаю, осознал важность, что я не хочу это делать, чтобы Бога не горчить, лишь бы он меня не трогал. И вот, к сожалению, когда наступила эпоха, в том числе, вот, просвещение, да, многие очень стали атеистами, именно из-за того, что было неправильное понимание Бога. Читал историю или биографию одного из таких известных французских философов-атеистов, Жанна Поля Сартра. Человек, который очень много написал атеистических трудов, в общем-то, и, по сути своей, в общем-то, один из таких основоположников атеизма во Франции. Но он родился в верующей семье, он был в детстве человеком, который ходил в церковь. И его все время говорили, чуть что не так, Бог тебя покарает, накажет. И вот он рассказывает, был у него такой случай в жизни, когда он баловался со спичками где-то там, хотя родители говорили, нельзя. И в итоге эта спичка загорелась, упала на ковер и прожила дырку в любимом ковре папы и мамы. Вот. Ну и представьте себе, скажем, он понимал, все, я нарушил обещание, что послушать нужно быть родителям, что нельзя играть со спичками. Все, сейчас меня Бог накажет. И он там сжался, ждет, сейчас, может, там, молнию ударит или еще что-то. Ничего не произошло. День, второй, третий. И он понял, а, значит, наверное, Бог не наказывает. Значит, тогда это не имеет значения. Значит, тогда не надо его бояться. И в итоге это привело не к тому, чтобы, разве его не надо бояться, нужно искать общение с ним, а к тому, что, а, тогда и вообще нет смысла с ним иметь общение. И в итоге это привело в какой-то мере к атеизму. И даже вот когда-то в советские времена, что происходило? То же самое пропаганда советская внушала. Верующие верят в Бога только из-за страха ада. Вот, если бы ада не было, то они бы и не боялись Бога. Но на самом деле, мы ведь верим не из-за страха ада, а из-за любви к Богу. И как следствие этого, как признательность того, что Бог дал нам спасение, и так далее. Но вот для многих это является этим. В чем же все-таки заключается истинный страх Божий? Вот мы уже сказали, это именно желание поступать так, чтобы не огорчить Бога. Из-за любви к Нему, мы мотивированы любовью. И в итоге написано, что этот страх нас и учит мудрость, и отводит от зла, и ведет к жизни и так далее. Вот несколько буквально выражений, что производит этот страх Божий. Вот правильный, да? Благоговение перед Богом. Нежелание что-то сделать, чтобы его огорчило. В силу любви, боязни сделать какие-то вещи, которые бы поставили барьер между нами Богом. Писание говорит, Псалом 110, 10 стих. Человек приобретает мудрость, да? Начало мудрости, страх Господен. Через это человек больше общается с Богом, получает от Него мудрость и правильно поведет себя в жизни. Далее Писание говорит, он получает от Бога благо, если он его боится. 146-й Псалом 11 стих. Благоволит Господь к боящимся Его и к уповающим на милость Его. Книга Диане, 10 глава, 35 стих, апостол Петр говорит, на всяком народе, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. То есть, если мы боимся Бога, мы приятны Богу. А я думаю, что все мы хотим услышать слова похвалы от Бога и услышать, что мы приятны для Него. Страх Божий помогает человеку отделиться от зла. И притча, 16 глава, 6 стих написано, Страх Господень отводит от зла. Кстати, почему сегодня зло в преизбытке? Потому что люди не боятся Бога. Потому что люди не хотят угодить Богу. Потому что люди не хотят иметь отношения с Ним. А раз не приходит вроде сразу наказание, ну так вроде можно и не бояться. Не понимает лишь только того принципа, что Бог сразу не наказывает, не потому что Он безразличен к злу, а потому что Он любит грешника. Потому что Он милует, не желая Его смерти. Он дает Ему возможность все еще примириться с Богом. Все еще где-то оставляет, продлевает Его жизнь. Потому что если бы сразу наказал, оказался бы навеки в аду. Но наступит момент, вот о котором говорил как раз Экклесиаст, что предстанет человек перед судом Божьим, где все и доброе, и худое вскроется. И тогда будет понятно, вся его жизнь была суета-сует, или она имела смысл. Потому что человек, боящийся Бога, поступающий справедливо, будет в вечности вместе с Богом. И его дела тогда будут иметь значение. Они уже не будут суетой, но они будут определять ту награду, которую он получит от Господа. Страх Божий приносит ответы на молитву. В 144-й псалом, 19-й стих. Желание боящихся его он исполняет. Вопль их слышит и спасает их. И в конечном итоге еще и долголетие дает. Притча 10-я глава, 27-й стих. Страх Господен прибавляет дней. Поэтому хотел бы вместе с вами, подобно Давиду, молиться, как он пишет в 85-м псалме, 11-й стих. «Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Поэтому страх Господен – это самый здравый мотив, который должен двигать человеком. Вот именно тот, о котором говорит Священное Писание. О той сущности, которой сказано в Библии всей жизни человека. Бойся Господа и заповеди Его исполняй. Давайте мы вместе встанем. И попрошу группу, чтобы тоже подошла. Хотел бы обратиться сейчас, прежде чем мы будем молиться, к тем гостям, друзьям, которые пришли. Возможно, в первый раз в нашу церковь. Возможно, уже какое-то время вы приходите. И где-то, может быть, сегодня, когда мы рассуждали об этом, возник подобный вопрос, как он возник у Экклесиаста. «А в чем смысл моей жизни? Для чего я то или иное делаю? А не суета или это сует? И если я умру, и на этом закончится, что будет дальше потом? Где будет моя вечность? Потому что Бог всех приведет на суд. Каким я окажусь? Будет ли моя жизнь ничего не значить, или она будет иметь значение? А это определяется лишь только тем, пребываете вы в спасении или нет. И мы спасения не заслуживаем никакими делами. Мы его получаем даром по благодати Божией. И надо единственное, что сделать с нашей стороны, это прийти к Богу и сказать, «Я хочу быть спасенным тобой. Я принимаю твою искупительную жертву. Я хочу, чтобы мои грехи были прощены. Я хочу, чтобы моя жизнь не была суетой-сует, но хочу, чтобы она имела смысл и значение, чтобы, угождая Богу, в итоге вечности я был вместе с Ним». Мы сейчас будем петь. Служители церкви будут ожидать вас. Если у вас есть желание примириться с Богом, чтобы ваша жизнь не была суетой, чтобы вы были спасены, пожалуйста, выходите вперед, мы будем вместе с вами молиться. Или же, может быть, где-то в вашей жизни на каком-то этапе вы потеряли страх Божий, настоящий, и вы превратились просто в религиозных людей, которые что-то делают из-за того, что лишь бы угодить, лишь бы Бог не трогал. Это неправильная мотивация. Она не даст вам истинного смысла в жизни. И опять же, ваша жизнь, оглядываясь, будет как суета. Поэтому есть возможность опять же вам обратиться к Богу, примириться с Ним, изменить свои отношения и найти с Ним отношения, как с любящим отцом. Пусть Бог благословит. Мы будем петь. Выходите к Богу.